3 февраля на Дивилановском спуске обрушилась стена здания, которое в кратчайшие сроки собственник начал демонтировать. Это здание находилось в собственности несколько лет и по договоренности с сегодня уже собственником принято решение, что все аварийные элементы будут демонтированы. Все полностью повреждения в связи с обрушением этой стены поврежден лестничный марш, будут восстановлены за счет собственника. Следующим этапом, тоже после договоренности городской власти с представителем собственников, мы должны увидеть проектное предложение того здания, которое будет реконструировано на месте обрушения. На что бы я хотел обратить внимание, что позиция мэрии сегодня следующая. Никакого высотного строительства на этом месте не планируется. Тот проект, то проектное предложение, которое будет разработано, будет в дальнейшем уже обсуждаться и в депутатских комиссиях, и в управлении архитектурой. Так что сегодня в первую очередь мэрия заботится о том, чтобы все опасные элементы, которые могут там опадать, рушиться или нести опасность окружающим, будут в кратчайшие сроки демонтированы. Ну и если говорить уже о Деволановском спуске, мы прекрасно понимаем, что, наверное, более десятилетия сам спуск и те здания, которые там находятся, были и многие заброшены, и многие в аварийном состоянии, ну и в некоторых, конечно, до сих пор проживают одесситы. Мы сегодня связываемся со всеми собственниками зданий, мы хотим увидеть предпроектное предложение, мы сегодня разрабатываем дорожную карту, потому что город сегодня ведет замену коммуникаций и капитальный ремонт Деволановского спуска. Конечно, мы прекрасно понимаем, что каждый собственник обязан вместе с нами работать в этом направлении. Ну и, конечно, чтобы таких критических моментов не возникало, мы сейчас стараемся работать на убеждения, мы сейчас ведем инвентаризацию полностью всех зданий, аварийных, ветхих, жилых зданий, которые сегодня там находятся, и нежилых помещений, для того, чтобы мы понимали, каким путем нам следует идти.